9 утра на кухне семьи Злобиных кипит работа. Виктория с дочерьми Ангелиной и Асей стряпают пироги. Каждый занят своим делом. Старшие хозяйки замешивают тесто, младшая готовит яблочную начинку. Младший брат Виталий контролирует, все ли выполняется по технологии. Тем временем глава семейства Сергей вместе с сыновьями, что постарше, решают сложнейшую задачу. На велосипеде Эммануила старшего сына лопнуло колесо. Вооружившись гаечными ключами, проволокой и монетами, ребята занялись починкой транспортного средства. Все мои подружки многодетные говорили, что когда родишь 4-го, после 5-го будет гораздо легче. И так и по-настоящему получилось. Когда их было трое, это вообще был ужас какой-то. А сейчас это просто ты уже командаешь, они уже все тебе помогают. По образованию Виктория учитель начальных классов, но в школе поработать не довелось. После замужества ушла в декрет. Профессиональные навыки пригодились для воспитания собственных детей, двух дочек и четырех сыновей. Первые трое – погодки, старшая Ангелина уже во втором классе. Теперь, говорит Виктория, каждый год поступаем в первый класс, друг за другом по очереди. Помимо учителя начальных классов, приходится быть и поваром. Пятилитровая кастрюля супа уходит за один обед, а если в меню блины, то печь приходится минимум 70 штук. У нас только в неделю 5 килограмм сахара куда-то девается. Пачка 100 грамм. Ну вот мы берем 4 вида чая, там по 25 пакетиков, и минус за неделю максимум за 10 дней уходит. Картофеля у нас было 2 мешка, оно ушло где-то месяц и неделя. 80 килограмм. При том, что мы еще покупали макароны, рис, как бы это была не только картошка. Курица – это, получается, же за один день. Обедают в две смены. В крокотной кухне всем не вместиться, но близится радостный момент. Буквально на днях Злобины переезжают в новую квартиру с просторной 40-метровой кухней. Там вся семья уместится за одним большим столом. Все крупные праздники эта семья отмечает в полном составе. Это железная традиция. День матери ждут. Подарки надежно спрятаны, а подготовка к празднованию держится в строжайшем секрете.